Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Более 8,5 тысяч многоквартирных домов уже обеспечены теплом. На совещании в мэрии глава Самары Елена Лабушкина распорядилась подключить к теплу все оставшиеся дома до конца этого дня. Без транспортного коллапса в выходные мониторинг продолжается. Специалисты профильного департамента следят за ситуацией на дорогах вблизи перекрытия полевой Новосадовой Самарской в связи со строительством станции метро Театральная. Компенсационная мера для улучшения качества воздуха. В микрорайоне Волгарь с участием главы города высадили новые деревья. Упростили процедуру регистрации брака. Мобилизованным самарцам разрешили оформить отношения в день подачи заявления. Неудачные выходные. Самарские команды уступили в играх разных чемпионатов страны. Губернатор Дмитрий Азаров на оперативном совещании в правительстве региона сегодня заявил, что все военнослужащие, призванные по частичной мобилизации в Самарской области, получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Эта выплата позволит поддержать семьи мобилизованных в тот период, когда они проходят подготовку и боевое слаживание. Цитата. Принимаем на региональном уровне дополнительные меры поддержки семей мобилизованных. Это освобождение от платы за детский сад и бесплатное питание в школах для детей всех, кто призван в рамках частичной мобилизации. Расчет льготы будет произведен с момента зачисления военнослужащего в воинское подразделение. В ближайшие дни тепло должно поступить во все дома Самары. Такое распоряжение дала глава города Елена Лапушкина на совещании в мэрии. Спустя неделю с начала отопительного сезона теплом в Самаре обеспечивается более 8,5 тысяч многоквартирных домов. Это практически 90% от общего числа. Подробности в нашем сюжете. Отопительный сезон в этом году начался раньше обычного. Городские власти не стали дожидаться, когда столбик термометра установится на отметке 8 градусов. В первую очередь отапливать стали здания с круглосуточным пребыванием людей. Больницы, дома престарелых, детские дома. Спустя неделю с начала отопительного сезона теплом в Самаре обеспечивается более 8,5 тысяч многоквартирных домов. Это практически 90% от общего числа. Глава Самары Елена Лапушкина на совещании в мэрии потребовала от ресурсоснабжающих компаний, чтобы в ближайшие дни батареи потеплели во всех многоквартирных домах города. Что касается порывов, все обращения жителей сразу же берут в работу. В этом году мы стартовали чуть раньше, чем официально был объявлен отопительный сезон. Безусловно, у нас уже подключена вся социальная сфера. Смотрим те обращения, которые поступают к нам на горячую линию в департаме, те обращения, которые поступают в единую диспетчерскую службу, но, безусловно, те обращения, которые поступают в соцсети. Практически уже приступили к их адресной отработке. Да, у нас есть порывы в домах запущенных, дома запустили, тепло получили, но потом произошел порыв. Таких у нас 38 домов. Я бы просил сегодня, разобрались все же с повреждениями, теми, которые есть. Не просто это ПТС, это тот, этот другой, а конкретно разобрались и что мы, какие меры принимаем. Подключением домов к теплу занимаются ресурсоснабжающие организации. Если дом подключен, но в отдельных квартирах батареи остаются холодными, нужно обращаться в управляющую компанию. Ее сотрудники должны спустить застоявшуюся в трубах воду, прочистить стояки. В случае бездействия управляющей компанией нужно обращаться в районную администрацию. В Самаре работает горячая линия, по телефонам которой жители могут обращаться по вопросам отопления в Департамент городского хозяйства и экологии. Все обращения будут контролироваться до полного разрешения ситуации. Виктория Шарой, Николай Епифанов, События. Без происшествия и транспортного коллапса. К такому выводу пришли специалисты Департамента транспорта, исходя из данных мониторинга дорожной ситуации в выходные дни и в понедельник на маршрутах вблизи перекрестка улиц Полевой, Новосадовой и Самарской. Напомню, с 8 октября на этом участке действуют ограничения движения в связи со строительством станции метро «Театральная». Что предстоит сделать на этом перекрестке и о ситуации на маршрутах общественного транспорта вблизи перекрытия расскажу далее. «Ограничение временное, а метро навсегда», отмечает жительница Октябрьского района Галина Харитонова. Утром в понедельник она в числе первых отправилась на автобусе по делам и оценила новую временную схему движения общественного транспорта вблизи перекрестка улиц Полевой, Новосадовой и Самарской. К изменениям, конечно, нужно привыкнуть, говорит женщина, но главное, чтобы новую станцию метро поскорее достроили. «Очень рада, что в нашем городе есть метро. Я этим горжусь». «А почему даже гордитесь?» «Горжусь, потому что только в крупных, значимых городах бывает метро». С 8 октября на пересечении улиц Полевой, Новосадовой и Самарской временно ограничили движение транспорта. Все для того, чтобы продолжить строительство метрополитена. На этом участке метростроя специалисты уже начали работать. Например, идет демонтаж дорожного покрытия. Сегодня трудились на трамвайных линиях. Рабочим прежде всего предстоит вынести инженерные коммуникации, водовод, ливневые канализации и кабельные сети. Сейчас проезд через перекресток закрыт. В связи с этим сотрудники профильного ведомства разработали временную схему движения, которая действует уже три дня. Установлены ограждения, временные знаки, информационные щиты, аншлаги, баннеры, дополнительные светофоры и поворотные секции. Как отметили специалисты Департамента транспорта, коллапса на прилегающих к перекрестку объездных дорогах в выходные не произошло. Новая рабочая неделя покажет дальнейший план работ. Все-таки заранее, за полтора месяца, мы начали информационную кампанию. Всех оповещали о том, что такие перекрытия будут. Ввели их сознательно с субботы, с выходного дня, чтобы был небольшой период адаптации, пока водители смогут осознать, что здесь произошли изменения в организации движения. Информационная кампания продолжается даже после введения ограничений движения. Все для того, чтобы было комфортно пассажирам общественного транспорта. В салоне автобусов водители и кондуктора оповещают об изменениях маршрутов. Мы заранее начали готовиться к этому мероприятию. И все схемы объезда мы разместили внутри нашего предприятия. Все водители и кондукторы, которые едут на данных маршрутах, скорректированных, они уже давно в курсе этой информации, проходят инструктажи. На пересечении Самарской, Полевой и Новосадовой проходили 8 автобусных маршрутов. Двойка, 23-й, 24-й, 41-й, 46-й, 47-й, 50-й и 92-й. Сейчас они направлены через улицы Первомайская, Молодогвардейская в направлении в город, Чкалово, Ленинская и проспект Ленина в направлении из города. Также специалисты обращают внимание автомобилистов, что по улице Первомайской организовано одностороннее движение в сторону Волги. Ознакомиться с полной временной схемой движения можно на официальном сайте администрации Самары. Напомним, ограничения действуют на улице Самарской от Чкалово до Полевой, а также на улице Полевой от Галаксионовской до Садовой. Маршрут частично планируют открыть 21 ноября текущего года, после чего наступит следующий этап метростроя. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. Авиакомпаниям хотят предложить печатать билеты на русском языке. Соответствующие инициативы поступили из Госдумы. По мнению автора, английские термины путают пассажиров. Основные жалобы поступают от граждан, которые пользуются внутренними рейсами. Вся важная информация в билетах на английском языке. Это обстоятельство создает трудности для граждан, не владеющих иностранным языком, говорится в депутатском запросе. Перевозчики же утверждают, что настроить печать на кириллице в системах бронирования невозможно. Для этого придется переходить на отечественные аналоги. Но авиакомпании не готовы отказаться от международных стандартов. Больше зелени городу. В микрорайоне Волгарь накануне высадили около 300 новых пирамидальных тополей. Это компенсационная мера для улучшения качества воздуха в районе, о которой говорили на встречах жителей и главы Самары Елены Лапушкиной. Всего на пересечении улиц Осетинской и Софьи Агранович высадят полторы тысячи деревьев. Подробнее в нашем следующем сюжете. Светлана Панкратова вместе с дочерью Дашей пришла помогать высаживать деревья в микрорайоне Волгарь. Признается, любит свой район и хочет участвовать во всех событиях, которые положительно влияют на качество жизни. Очень хочется быть участником жизни нашего микрорайона. Мы будем поддерживать ее и в целом улучшение микроклимата будет. У нас очень здесь много всяких животных, птиц. 300 саженцев пирамидальных тополей теперь будут расти недалеко от пересечения улиц Осетинской и Софьи Агранович. Решение о необходимости высадки деревьев крупномеров для создания защитной полосы было принято на встрече главы города Елены Лапушкиной с жителями Куйбышевского района по теме качества воздуха в микрорайоне Волгарь, которая прошла 8 сентября 2022 года. С участием представителей Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Природоохранной прокуратуры. Глава Самары тоже приняла участие в создании новой зеленой зоны. Жители, безусловно, будут нам сообщать, поливаются деревья или не поливаются. Но мы сами, прежде всего, заинтересованы о том, чтобы каждое дерево посаженное укоренилось и давало тот результат, на который мы все рассчитываем. Всего будет высажено полторы тысячи деревьев на границе санитарно-защитной зоны городских очистных канализационных сооружений жилой застройки микрорайона Волгарь. Все саженцы закуплены, и их группами, когда позволят погодные условия, будут высаживать осенью и весной следующего года. Деревья располагают в шахматном порядке с шагом посадки полтора метра и шириной между рядами в три метра. Это территория, это часть нашего земельного участка. Соответственно, мы передали городу его для вот этой вот акции. Польза будет, по-моему, всем ясная, потому что чем больше деревьев, тем больше кислорода, тем легче людям жить и дышать. За саженцами будут ухаживать специалисты муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз». Непродуваемые лесные полосы действуют по принципу непроницаемых экранов. Выполнять свою работу деревья начнут уже следующей весной, после того, как укоренятся и наберут силу. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Каменные джунгли. Жители Самары обратились к депутату Госдумы Александру Хинштейну по вопросу строительства соцобъектов в их микрорайоне. На встрече присутствовали застройщики и представители Минстроя, а также Департамента градостроительства. Каким решением пришли, расскажут наши корреспонденты. Микрорайон в границах улиц Революционной, Печорской, Корабельной 3-го проезда активно застраивается. В ближайшее время здесь планируют расселить ветхие дома и возвести современные многоэтажки. Однако жители волнуют, построят ли рядом соцобъекты. Получается, что вместо двухэтажек сейчас вырастают небоскребы по 22-25 этажей. На тех же самых школ, ни детских садов ничего не хватает. Поликлиника в два-три раза перегружена. Со своей проблемой местные жители пришли на прием к депутату Госдумы Александру Хинштейну. Вопрос разобрали совместно с застройщиками, проектировщиками, представителями Минстроя Департамента градостроительства Самары. Как выяснилось, застройщик не отказывается строить соцобъекты. Однако никаких гарантий, что их введут в эксплуатацию, пока нет. Сегодня мы пригласили все стороны на встречу, и пока услышали от застройщика, что планируется построить эти нужные социальные объекты, но дальше их не передать, а продать городу или области. При этом заранее понимают, что у города и области денег не найдется, их никто не купит. Я предложил застройщику подумать над тем, чтобы все-таки после строительства объектов не продать, а передать. Ну, коллеги ушли думать. Надеюсь, они придут к какому-то правильному знаменателю. Также на встрече выяснили, что в микрорайоне еще один застройщик возводит несколько многоэтажек и обещает жителям строительство школы на 1100 мест. Однако возведение соцобъекта откладывалось годами, а по документам появление соцобъекта на этом участке вовсе не планировалось. Депутат Госдумы Александр Хинштейн пообещал разобраться в ситуации. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. Чтобы знать, что дома любят и ждут. В ЗАГСе Волжского района в субботу прошли торжественные церемонии заключения брака мобилизованных граждан со своими избранницами. Для них упростили процедуру регистрации, чтобы ребята успели закрепить свой союз перед командировкой для выполнения задач СВО. Андрей Горгуленко продолжит. Юлия и Сергей уже думали о том, чтобы узаконить свои отношения. Планировали расписаться в конце года. Но из-за мобилизации решили сделать все быстрее. Сергей говорит, что так появляется дополнительная мотивация выполнить все задачи и вернуться домой. Мы планировали, да, ближе к концу этого года. А тут получилась так, что мобилизация. Вот призвали и все. И подали заявление с помощью своего командира, так скажем. В 15-й мотострелковой бригаде сразу несколько человек обратились к начальству с просьбой посодействовать в ускоренной процедуре заключения брака. Руководители бригады помогли в организации торжественных церемоний. К нам обратились бойцы нашего батальона с просьбой заключить брак перед отправкой на специальную военную операцию. Командование батальона и части пошло им навстречу. И помогло, оказалось содействие в заключении брака именно в день подачи заявления. По Семейному кодексу России при наличии особых обстоятельств брак может быть заключен в день подачи заявления. Только в ЗАГСе Волжского района с начала мобилизации заключили в день подачи заявления уже 17 союзов между призванными гражданами и их спутницами. Для человека самым ценным богатством является семья. И если ты знаешь, что тебя дома ждут самые дорогие, самые близкие тебе люди, это дает силу, уверенность в выполнении любого самого сложного задания. Теперь мужчины смелее отправляются на выполнение задач, ведь надежный тыл в лице любимого родного человека дома вселяет уверенность и придает силы. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Я верю в свой народ. Акция с таким названием в поддержку Вооруженных сил России прошла в Самаре. Также в ее рамках провели телемост с городом Санкт-Петербург и организовали выставку «Все для фронта, все для победы». С подробностями Светлана Тимофеева. Я верю в свой народ. Слова, которые может произносить любой гражданин нашей страны, стали заглавными в общественной акции в поддержку Вооруженных сил России. В концертном зале собрались представители общественных патриотических организаций, силовых структур и подразделений. Люди разных возрастов таким образом поддерживают дух тех бойцов, которые сейчас выполняют свой воинский долг на Донбассе. Мне бы хотелось, во-первых, поблагодарить их за их труд, за их самоотверженность, за их отвагу, героизм. И сказать им большое спасибо, что они делают свою работу, что они с ней славно справляются. Вообще они большие молодцы. В рамках акции был организован телемост Санкт-Петербурга. Жители города на Неве присоединились к самарцам, чтобы поддержать российских военных. Я верю в свой народ, и мне очень приятно, что мы смогли организовать этот замечательный проект. Сегодня в режиме телемоста мы поговорим с нашими друзьями из Санкт-Петербурга. Ведь ленинградская седьмая симфония Дмитрия Шостаковича родилась и прозвучала именно на нашей земле. Когда по площади Куйбышева прошли серьезные эшелоны наших людей, которые шли защищать Россию. И сегодня тот момент, когда мы должны друг друга вспомнить, поддержать и обязательно говорить и протягивать друг другу руку. Я верю в свой народ. По дороге к концертному залу участники акции могли познакомиться с экспонатами выставки «Все для фронта, все для победы». На информационных стендах разместили фотографии и краткую информацию о том, как тыл помогал фронтовикам во время Великой Отечественной войны. И как сегодня поддерживают гражданские люди участников СВО. Самая история, которая мне запомнилась, это, конечно же, дети блокадного Ленинграда. Потому что от этого действительно сжимается сердце. Ну, такого не должно быть с нашими детьми. И сейчас тоже у нас, к сожалению, есть погибшие на Донбассе дети. И это, конечно, ужасно. Такого не должно быть. Дети должны расти, они должны радовать нас. Ну, ни в коем случае не умирать. Участников акции приветствовал ансамбль 2-й гвардейской общевосковой армии, штаб которой дислоцируется в Самаре. Музыканты не раз выезжали в места проведения СВО, а также в гарнизоны и войсковые части Самарской и Оренбургской областей, где проходят переподготовку мобилизованные ребята. В основном же ребята, где уже кто-то служил, кто многие побывали в горячих точках, там и Чечня, и Южная Осетия, Сирия. Мы сами в Сирии много раз были. Да, ребята нормальные все. Большинство, по крайней мере, что я видел, все было здорово, все было хорошо. Сейчас проходит уже боевое слаживание, огневую подготовку. Ну, и во время отдыха встречают концерты военных артистов. Участники мероприятия выразили надежду, что к акции поддержки Вооруженных сил России в дальнейшем присоединятся другие регионы страны. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков, События. В областном центре начал работу историко-архивный форум «Память о прошлом». Проходит он на площадке Российского государственного архива в городе Самаре. О своем участии заявили более 70 ученых из 10 регионов России, а также Республики Казахстан. В этом году форум посвящен столетию образования СССР. Все детали в репортаже. Общение участников началось еще до официального открытия форума. Для гостей была подготовлена историко-документальная выставка «СССР. Союз научных и технических достижений». На стендах представлены архивные документы, которые отражают развитие различных отраслей экономики в советское время. «Право сделана колоссальная работа. И для нас первое очередное было представить, соответственно, не вот весь объем, а было характерно для нас сделать так, чтобы были представлены, скажем так, те исследования, те проектные достижения, какие были также в республиках, то есть не только на территории РСФСР. То есть нам было важно показать то, что связывало республики в единое государство». Форум «Память о прошлом» проходит в одиннадцатый раз. Площадкой для его проведения стал Российский государственный архив в городе Самара. Необходимость их проведения диктовалась обязательным установлением связей историков и архивистов, потому что без документов нет истории, без истории не может быть без документов. И тесно сотрудничать с научной общественностью, являясь центральным российским, а ранее союзным архивом научно-технической документации, мы тогда и выступили с инициативой проведения этих форумов. В 2022 году форум посвящен важной дате в истории нашего Отечества – столетию образования СССР. О своем участии заявили более 70 ученых из 10 регионов России и Республики Казахстан, которые будут обсуждать тему сохранения и популяризации научно-технической документации, как свидетельство достижений науки и техники советского периода. Еще несколько лет тому назад, до начала всех этих событий, я начал исследовать проблемы мобилизационной подготовки экономики СССР в Великой Отечественной войне. Как экономику готовили к переходу к работе в условиях военного времени. И вот сейчас я уже подготовил эту тему, и монографию публиковал, и доклад подготовил, но внезапно эта тема стала весьма актуальной, очень злободневной. Как-то вот так совпало, именно на эту тему сейчас буду делать доклад. Традиционно в форуме будут участвовать не только ученые. Для студентов профессора и кандидаты наук подготовили лекции, а для школьников пройдет открытый урок. Продлится в таком формате общение 4 дня. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. Самарские команды не смогли порадовать своих болельщиков в эти выходные. Футбольные крылья советов уступили московскому «Спартаку», а волейбольная «Нова» и баскетбольная «Самара» начали свой сезон в чемпионатах страны с поражений. Подробнее в нашей рубрике «Новости спорта». Крылья советов продлили серию без побед в чемпионате России по футболу до пяти матчей. Накануне самарцы на выезде встречались с московским «Спартаком». Крылья начали матч с быстрого гола. На шестой минуте отличился Ежов, но развить это преимущество не получилось. В конце первого тайма красно-белые счет сравняли. И уже после перерыва вышли вперед. На 57-й минуте самарцы смогли счет сравнять. Рахманович буквально внес мяч в ворота. А затем начался бенефис спартаковской атаки. Москвичи трижды огорчили голкипера Крыльев Ломаева. Окончательный счет в матче установил Промес прямо перед финальным свистком. 2-5 поражения самарцев. Крылья после 12 туров занимают 11 место в турнирной таблице. Баскетболисты «Самары» уступили во втором матче подряд на старте нового сезона «Единой лиги». После домашнего поражения от ЦСКА волжане встречались на выезде с локомотивом «Кубань». В первой половине соперники попеременно выходили вперед. Решающей стала третья четверть, в которой самарцы отпустили хозяев на 15 очков. После этого волжане предприняли попытки отыграться, но сил хватило только, чтобы сократить счет до 9 очков. 70-79 поражения «Самары». Первую победу в чемпионате команда попробует одержать в домашней игре против красноярского «Енисея», который также еще не побеждал. С двух поражений свое уступление в Суперлиге начала и новокубышевская «Нова». У дебютанта этого сезона расписание оказалось суровым. В стартовой игре они в гостях уступили новосибирскому «Локомотиву», действующему серебряному призеру турнира. А в минувшие выходные на выезде играли против обладателей бронзовых наград – «Казанского «Зенита». В каждой партии новокубышевцы на равных боролись с именитыми соперниками, но в переломные моменты ошибались и отпускали оппонентов отрыв. 19-25, 21-25 и 13-25 по партиям. И 0-3 в матче не в пользу «Новы». Следующий матч новокубышевцы проведут в Санкт-Петербурге против местного «Зенита». Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня, 10 октября, на своих информационных площадках. Как изменятся выплаты по больничному листу в 2023 году, информируют в телеграм-канале промышленного района. Пособие по временной нетрудоспособности зависит от мрот, стажа, среднего заработка и предельной базы для страховых взносов за два предыдущих года. Уже сейчас известно, какой будет максимальная сумма больничных в будущем году, потому что предельная база для взносов устанавливается заранее. В 2023 году, если больничный открыт на 10 календарных дней, максимальное пособие составит 27 369 рублей. За 15 дней болезни можно получить 41 054 рубля. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки напоминают, родители-близнецов, зачисленных в первые классы, имеют право на единовременную денежную выплату. Она составляет 5000 рублей. За ее оформлением нужно обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных муниципальных услуг или в районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения городского округа Самара по месту регистрации до 30 ноября. Необходимым условием предоставления выплаты является постоянная регистрация одного из родителей и детей в Самаре. Студенты могут стать предпринимателями прямо во время учебы при помощи вузов, которым обучаются. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе, указанной на экране, пройти тестирование и поучаствовать в тренингах, которые проведут в вузах страны, сообщают в телеграм-канале Октябрьского района. Тренинги пройдут по нацпроекту «Наука и университеты». Полный список вузов участников смотрите в карточке, опубликованной в телеграм-канале. О безопасности эксплуатации газового оборудования напоминает в телеграм-канале Советского района. С начала года в Самарской области произошло 18 случаев отравления людей угарным газом. Пострадали 43 человека, из них 21 ребенок. Еще 5 человек, к сожалению, погибли. Последнее происшествие случилось 4 октября в Комсомольском районе города Тольятти. Пострадали 3 человека, в том числе двое детей. Они госпитализированы в медучреждения. Скажи свое мнение. Ежедневно мы проводим в своем телеграм-канале опросы на интересные темы. И сегодня выясняем, любите ли вы фастфуд. 36% опрошенных признались, что не отказались бы от шаурмы. 29% предпочитают домашнюю еду. Еще 25% обожают бургеры и картошку. И 10% готовы съесть на бегу кусочек пиццы. Проголосовать и оставить свой комментарий вы можете в телеграм-канале Самара ГИС. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, на страничках, в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова